Всем привет! Сегодня у нас видео будет о косметике, но оно немножко неординарное и необычное. Это не покупки. Как всегда, хочу показать, чем я сейчас пользуюсь. Вот прямо здесь, и сейчас, и сегодня. Ненавижу слово «мои фавориты», поэтому будет то, что мне нравится, то, что мне не нравится из косметических средств, которыми я сейчас пользуюсь. В общем, просто расскажу свое мнение на некие продукты, позитивное мнение или негативное на данный момент. А что у меня сейчас в косметике происходит? Может быть, это кому-то поможет купить что-то, от чего-то отказаться. Короче, будет это каким-то образом полезно для вас тоже. Меня просто недавно спросили, когда будет видео о покупках? Вы что-нибудь там новенькое покупали? Парфюм какой-то новый покупала? Ребят, ну я покупаю косметику, мне надо же еще успевать ею пользоваться. И если я буду так часто снимать видео, то я не успею всем этим попользоваться. Я, конечно же, пришла к такому больше разумному употреблению. У меня нет косметики, косметика для души или что-то приятное у меня есть. Декоративка там. Планирую вот помаду Yves Saint Laurent приобрести. Хочу потестить, получу оттенки балом, которые... Ну такое приятное что-то, да. То есть, ну такого, чтобы я все скупала, все надо попробовать, все новинки. Но я же не бьюти-блогера, потому что у меня все было. Соответственно, нет такой нужды у меня. Поэтому я этого и не делаю. Покупки будут чуть-чуть попозже, где-то через месяцок. Я неплохо закупилась. Прямо отдельное видео будет про волосы. Декоративка там. Крем я очень классный, крутой купила. Я просто хочу сначала потестить получше. Точно убедиться, что мне это подходит. Потому что у меня за тест уже был очень шикарный просто крем. Но я не уверена до конца. Все у меня там прыщи какие-то или реакции в летнее время на него будут. Короче, я по тесту. По тесту уходовый пройдет. Потом я вам сниму несколько видео. Декоративка и уход, и волосы. Все будет по отдельности. В процессе принашивания трех парфюмов. Это два парфюма от Ружа и один от Мемо. Мемо, скорее всего, я приобрету. Это моя хотелка еще с прошлого лета была. Но я посмотрю, потому что у меня ставка была на это лето. На фаворит это Killian Forbidden Games. Я его повторила. Это был мой парфюм прошлого лета. Скажу честно сразу. Для меня лично это некое разочарование. На это лето он мне не зашел. Сейчас в Турции лето более жаркое. Вот июнь месяц как минимум. Да, это уже конец июня у нас прошел. У нас по первому месяцу лета отзыв. Он мне не так заходит. Это на среднюю, назовем так, жару, да. В Турции есть три варианта. Холодное, дождливое, пасмурное лето. Средняя жара, обычная, нормальная, типа там 25-30 градусов. И экстра жара больше тридцатки, как сейчас все лето было. Вот на тридцатку и выше этот парфюм не подходит. Лично на мне он раскрывается очень душно, сладко, ванильно. И белые цветы не слышны. А я фанат белых цветов. Поэтому это на погоду, на попроще, на попрохладнее. Я, скорее всего, возьму его с собой в путешествие, в отпуск. Я сейчас очень много, у меня распланировано июль, август месяц на путешествие. Поэтому и покупок у меня будет больше. День там в дьюти-фри и всякие, короче, буду что-то покупать. Короче, на отпуск, да. На жару адскую нет. Я его просто вообще не пользуюсь. Хотя я думала, у меня опять же флакончик улетит за все лето. В прошлом году за два месяца я использовала целую упаковку, короче, в флакон. Но рожай Enigma раскрылся потрясающе. Видите, это духи, не туалетная вода. Видите, там уже немало так у меня использовано. Учитывая, что насколько рожа... Вот в последнее время про марки я все-таки тяготею к рожаю. Это вот прямо моя история. Дорого-богато пахнет, красиво раскрывается. Шлейф, дорогой шлейф остается надолго. Я обожаю, когда ты ходишь в одежде, да, вечером, не знаю, условно, снимаешь. Когда я несу, там, не знаю, футболку, условно, если не поношу. Я положу ее в стирку и чувствовать аромат парфюма еще от нее. Он вообще очень стойкий. И вот этот Enigma, зимой он был вообще другой, потяжелее. Более такой, знаете, аромат Coca-Cola у него немножко есть. Сладко такая, притерная. Ваниль, жженый сахар. А летом я вообще не делала ставки. Я думала, он просто не успел на самом деле убрать. И продолжала просто пользоваться. И у него ушла вот эта тяжесть. И вот в этой жаре он раскрывается легко, сладко, ненавязчиво. То есть приятная ассоциация, как были в прошлом лету у меня от Килен. Так что я пока на нем. У меня нет большого желания, какой-то хотелки нового прям бренда четкого, чтобы я знала нового парфюма. Меня он абсолютно устраивает. Поэтому насчет покупки парфюма я подумываю. Ну, какой, 50-50. Посмотрю, короче. Если что-то зацепит, куплю. А так, наверное, может быть и нет. Обойдемся к осени. Там посмотрим, когда холодать начнет. С ним на ровне еще часто использую я High Fragnancy Parfum. Вот этот черненький с черри, который с вишенкой. Тоже у меня он хорошо заходит. Вот два моих фаворитов. Давайте немножко о декоративке. Палетка моя на лето. Это Dinona I Need a Nude Palette. Обожаю. Этому уже несколько месяцев моя... Так, сейчас мы это как бы закроем. Нюдовая, каждодневная палетка. Она мне идеально подошла. Достаточно для меня холодная. Не рыжая, не красная. Это вообще золотое. Это не мои оттенки. Вот это мои. Крутая настолько, что я, если я куда-то путешествую, стараюсь брать или вообще одни тени какие-то, Мона, или миниатюрку. У Наташи есть и маленькие, там, да, по пять штук или по шесть. А я их беру. Короче, она мне так нравится. И нигде нет подобных у меня теней в сборных каких-то палетках. Поэтому я ее это лето таскаю везде с собой. И ею пользуюсь с удовольствием. Просто обожаю. Я с удовольствием скажу, что-то здесь закончится. Я повторю покупку. Она будет первая в истории моей палетка теней, которую я куплю еще раз. Меня все в ней устраивает. По уходу закончился мой ночной крем от Clorance. Это мультиактив Нуа для комбинированной склонной к жирности кожи. Вот он пустой, просто вышкребанный уже. Мой фаворит. Я не знаю, пять или шесть раз он у меня был. В чем прикол? Мне вот два месяца назад в Duty Free мне сказали о том, что его уже не выпускают. Его переделали. Теперь есть у них другая формула, естественно. Такая розовая золотая банка будет. Типа это то же самое. Берите, я не стала покупать. У меня счет тогда не закончился. Короче, я не люблю, когда что-то меняют. Я люблю старого проверенного коня. И найти его теперь стало для покупки и приобретения очень трудно. В Duty Free в странах Европы он уже не везде есть. Не во всех магазинах, но где-то есть еще на стоках. Я даже уже поискала в России в магазинах тоже. Ну там вроде как Clorance ушел, я не в курсе, не знаю. То есть его в принципе априори там давно, походу, нет давно. И в Турции он еще есть. Есть на сайте Sephora. И поэтому я планирую, я уже сейчас себе ночной-другой приобрела его, попробую. Но про запас я, пожалуй, куплю две банки. Смотрю сроки годности, сколько в закрытом состоянии оно может храниться. Я оставлю себе, это мой просто фаворит. Не хочу его в принципе менять. Поэтому я куплю запас пока что в Sephora. Кто в Турции, у меня почти девчонки, кому это насоветовало, им этим пользуются. И в Бойнере, и в Sephora пока что есть. В Бойнере раз от раза, вроде не всегда он есть. Я как-то открывала. Другие есть линейки, именно вот эта голубая, все они ее снимают. Так что Sephora в радость нам. Не знаю, как в других странах, но мне уже девочки тут писали, что тоже у них и нет. Они тоже не могут приобрести. Так что вот так. Чуть-чуть добиваю фиг знает сколько месяцев тоник от Fresh. Здесь мало, это как бы подарочный, да. Он отдельно продается с сэмплом. У меня их несколько банок было, они в каких-то гивэвэях попадались. 60 миллилитров, в гудибэгах они мне попадались. Здесь 60 миллилитров тоника. Ну, ни много, ни мало. Типа travel size такой для чемодана, как раз вручную кладь можно брать. Короче, я никому его не советую. Это обычная вода, ничего. Она приятная, классно пахнет. Косметика Fresh хорошая. Мне очень нравится. Но тоник это просто трата денег. Ни-и-и-и-о-о-о-б-ще. Что попользовалась, что-нибудь видите, я даже добить не могу. Настолько к руках у него не тянется. У него нет ничего идеального, хорошего, классного, чтобы зацепило, клевого. Чтобы, короче, просто тоник. Конечно, он отличается от тоника эконом-варианты какому-нибудь, я не знаю, там, Невея, Гарниер, там, да, что-нибудь такое. Конечно, это разный уровень, но своих денег высокой цены он не стоит. Он гораздо дороже, насколько я помню, могу ошибаться сейчас, но вроде бы дороже клоранс тоника. Ну, короче, они абсолютно одинаковые, колоранс даже получше. Я подумываю сейчас в следующем после него приобрести тоник от клоранс. Зеленый или розовый, посмотрю, вот эти классические старые, они их не меняют формула. Они потрясающие, классные, даже ощущения на коже поприятнее от клоранс, чем от вот этого Fresh. Короче, денег эта штука своих не стоит. Да, классно, приятно, но это просто вода, все. На уход умывания, это моя уже вторая банка от Аравии. Это пенка для умывания с коллоидной серой, экстрактом женьшеня противоакне. Так чисто для профилактики, меня особо акне сейчас не мучают. Минусы скажу, я эту штуку покупать не буду. Второй раз, ну, в Турции это не продается, сейчас, ну, перекупы всякие возят, но я привозила из России, и вот эти там сколько, 150 миллилитров, ну, 200 грамм веса вообще не стоит. Можно привезти что-нибудь другое, да. То есть, эта штука приятная, неплохая пенка, но не для того, чтобы везти ее за границу и без нее не мочь прожить. Вот мне больше нравится кремовая умывалка от Биори, я ее тоже повторила, купила. Она очень хорошо, классно вымывает. У них там есть несколько направлений для сухой, для жирной, там, и для акне кожи. То есть, не добила до чиста, вымоет тебе поры, но при этом сушить не будет. Это классная штука, и, частности, ее используют чисто как профилактику акне, на всякий случай, типа, да. Но она очень плохо что-либо удаляет с лица, очень большой расход. Вот это за две недели я израсходовала нормально тогда, когда кремовую эту упругую капельку от Биори надо, эту банку Биори умывалки я использую несколько месяцев, 3-4, наверное, месяца. Короче, расход большой, умывает плохо. Она вообще с задачей смывания, там, что-то с лица не... Чисто вот на чистое лицо протереть, как этой пенкой обработать, как профилактику акне. Все. Функции, как снятие какой-то макияжа или, там, жира вообще, не особо справляются, честно скажу. Получше просто есть средства. Если за неимением и лучшим, типа, и нормально, наверное. Ну, я знаю, средства получше, это фигня полная. Я сейчас считаю, что у меня первый раз было хорошее впечатление, я ее повторила по губам. У меня такое ощущение, что вот второй раз приобретение, они что-то поменяли. Я помню, что пенка первый раз была упругая, классная. Сейчас не надо много нажать и поп, чтобы была пена. Она не пенится так, как раньше. Ее мало здесь как-то, поэтому расход большой. Изменилась формула, скорее всего. Я предполагаю того, что я впервые, там, пару лет назад пробовала. Короче, оно не плохое, оно ни о чем особо. Ну, цена невысокая у этого средства. Ну, не то, чтобы везти, там, за границу своих денег. Она как бы вот это вот... Видите, она становится все в два раза дороже, если ты везешь это за границу. Чемодан, доставка, покупка какая-то. Поэтому это не то средство, которое бы стоило привозить. Ну, может быть, оно неплохо, окей, но не больше. От фармаси Green Clean. Очень знаменитая штука на ютюбе американском. Makeup Meltway Cleansing Balm. Короче, это то же самое, что у Clorans. У меня тоже такая банка была. Но мне она... Я один раз всего лишь покупала Balm такое же масло. Ну, масло, да, как же можно маслом это назвать, Balm. Для снятия макияжа. Оно у меня в Clorans загалипали глаза белым таким. Неприятно было. Здесь нежное-нежное зеленым чаем пахнет. Вообще они в глаза, в нос не бьет. Потрясающая плотная консистенция. Тут лопатка в комплекте идет, чтобы набирать. Очень экономичный расход. И очень хорошо смывает. Самые главные затруднения. Типа там тушь, еще что-то. Косметику хорошо смывает. Короче, это 100% лучше, чем Balm для снятия макияжа у Clorans. Супер! С первого раза все легко смывает. Надо маленькую горошину. Потрясающе. В Турции, к сожалению, на Сифоре у нас в фармасе не продается. Это я заказывала когда-то с Кульк Бьюти. Там оно есть в европейском, американской Сифоре. Если бы это продавалось в турецкой Сифоре, спокойно, доступной, мне надо было заморачиваться с доставками, я бы на это подсела на регулярной основе. Мне нравится зачет. Ну, тут надолго хватит. Потом посмотрим. Может, где-нибудь... Ну, в Дьючифре тоже просто такое не продают, к сожалению, в фармасе. Так что я вот так. Средства для волос еще у нас парочку осталось. Закончилось. У меня такое масло от Atomy. Hair Essential Oil для расчесывания волос. У меня и у дочери проблема с расчесыванием. У меня волосы тонкие, очень путаются. Очень плотные турецкие волосы тоже при этом путаются. Хорошее средство. Мне понравилось. Но повторять почему не буду. Потому что лично для меня... Вот они, кто-то мне сегодня на волосах волосы мыло, и им пользовалось. Реально. Там хорошее масло силиконистое. Их много вообще в других каких-то брендах. У меня очень один в один такой же у Матрикс было. Нет, короче, смысла заморачиваться особо с этим. Таких средств очень много. У меня оно утяжеляет волосы. Мне этого эффекта не нужно. Оно именно масла там много. Для дочери зашло гораздо лучше. Ей вообще на плотный, тяжелый волос идеально вообще. Волосы как после ламинирования, ботокса какого-то, прямые, волосинка к волосинке. Там вообще не пушатся никак. Ей утяжеляет классно. Но отдельно ей покупать его я не буду. Оно того не стоит. Это вроде бы, кстати... А то я привозила, но вообще он вроде бы продается на Триндиоле. Если кому-то интересно. Потому что сетевая косметика. Ну и в всяких ярмарках русских продуктов, в инстаграмах, вот эти распространители и всего такого. Это же сетевая косметика в распространении. В Турцию ее можно найти. Это нетрудно. Но ничего такого супер нет. Это никакой не люкс. Цена, кстати, у меня была не дешевая. На уровне хороших средств для волос каких-то крутых брендов. И последняя штука, я вам раньше в покупках показывала. Это Олин Professional Bionica Mousse Реконструктор. Я уже давала на нее плохой отзыв. Вот эта пенка у меня практически закончилась. И скажу так, к окончанию флакона в моем линдере не поменялось. Как был это отстой, ничего не делающий, так он им и остается. Просто ноль. Вот мне для сравнения для волос очень удобно. У меня и у ребенка, и у мужа, у всех вторых, разная абсолютно структура волос. Никому это не подошло. Никто, никакого. На продолжительное время, я, наверное, год этой фигней пользуюсь. Ее там действительно очень много. Здесь 300 миллилитров. Но это пенка, она очень мало там выдавливается. Ее надо очень мало, да. Она кому-то может подойдет. Я не знаю, напишите хороший отзыв, если у кого-то есть. Реально, что вы заметили, что она делает. Мне ничего. Мне ничего, ребенку ничего, мужу ничего. Просто непонятно, зачем этот продукт нужен. Что он там восстанавливает, реконструирует. Я вообще не поняла. Вообще не отуплила. Какая-то, может быть, эффект плацебо. Или что, это должны быть супер-мега убитые какие-то волосы, чтобы она что-то там реконструировала, восстанавливала. Одно радует, что это недорогая штука особо, там порядка 1000 рублей это стоило, 300 лир, да. Но и ничего не делает. Если мы берем восстановление, реконструкцию, удавинность, дофига всяких масок, спреев, есть что действительно работающее. Я бы, кто этим вопросом интересуется, я бы это вам посоветовала. На этом у меня косметика закончилась. Отвечу еще на вопрос. У меня как-то в комментариях писали. Понравилась мне продукция Керастаз. Почему я им не пользуюсь? Я пользуюсь Давинус уже больше года. Мне все у них нравится. Я пользуюсь разными линейками. Шампунь разный меняю. Маски, спреи различные, все прочее. Там всего лишь единицы товаров, которые мне не подошли. На самом деле, вроде бы один вообще товар этот объем волосам, такой спрей. У меня так и стоит, по сути, малопользованная, но не особо работает почему-то на моей структуре волос. Мне не очень подходит для легких волос каких-то. Короче, неважно. А Керастаз я пробовала, покупала всю линейку. Мне ничего не понравилось, к сожалению. У меня тоже она как-то появлялась в покупках. Я не скажу, что Керастаз плохой или не стоит своих денег. It's ok. Все просто. Когда я им пользовалась, я не почувствовала разницы. Вот я четко на моих волосах ощущаю масс-маркет в шампуне, там, ополаскиватели из магазина, который ты купишь. И ценовой категории подороже. Davinos, Керастаз, Orbe, вот эта вот вся история. Разница очень чувствуется. Мика мне очень нравится в Сифории. Есть Мика бренд американский супер. Там маски есть классные. Мика, посмотрите, там такая в тюбе таком с носиком, как сыворотка для волос. Потрясающе. Там все Мика это силиконистая, но кому подходит силиконовый, не против. Присмотритесь к бренду. Супер. У меня много средств было. Крутые в Турции в Сифории можно купить. Короче, вот такое подороже и что-то масс-маркет. Я разницу большую. Я сразу ощущаю мои волосы. Это и консистенция, как пеница, какая мягкая, твердая или не очень приятная пена. Аромат. Даже на руках я это ощущаю на своей коже, когда помыла волосы. Бархатные руки остаются или до скрипа вымытые. Вот это все. Все ощущается. Так вот, когда я пользовалась Керастаз, разницу дорогого шампуня и обычного из масс-маркета я лично не почувствовала. Поэтому ничего плохого мне не сделал. Ничего отрицательного. Но никак. Я подумала просто, если я не чувствую разницы, зачем я буду за это платить больше денег, если это то же самое, чтобы я в три раза дешевле пошла просто в магазине турецкого шампунь для волос купила. И все. Вот для меня по ощущениям из масс-маркета турецкого, что я могу купить, если все закончилось, чем я регулярно раньше пользовалась и до сих пор покупаю ополаскиватели этой фирмы, Origin. Вот они хорошие, нравятся. Это из масс-маркета то, что мне подходит волосам. Вот так что для меня моих волос эффект Керастаз и Origin абсолютно одинаковые. Цена в два раза, наверное, разница. Я сейчас не знаю, какие там цены, несмотря на то, что я уже давно год на Davinos и сижу. И Davinos и Керастаз, разница, да, я почувствовала. Разница есть. Вот мой такой отзыв о Керастазе. Поэтому я не хочу сказать ничего плохого, но и ничего хорошего сказать тоже не могу. Потому что сделали как бы свои выводы, применяем на практике их. Вот что у меня сейчас по косметике. Если у вас есть какие-то новинки, что-то интересное, то пишите в комментариях под видео. Я обязательно прислушаюсь, что-то для себя попробую. Что еще? Я, наверное, планирую в ближайшее время по их декоративке немножко повторю то, что у меня есть, что мне за год понравилось. Я хочу продублировать еще средства, там, карандаши для губ, может быть, плец там для губ. Такого плана, всякое такое, что очень часто чем пользуешься каждый день. Пойдусь немножко по таким продуктам. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии под видео. До новых встреч. Увидимся. Всем пока.